Она обожает подчиняться. Как правильно доминировать над женщиной? Естественно, ни одна женщина прямо не скажет о том, что вот вы знаете, мне хотелось бы, чтобы надо мной мужчина доминировал, чтобы он взял и сказал, будет именно так. Проблема доминации заключается в том, что женщина в своем внутреннем мире, в своей голове принимает решение о том, кому она хочет подчиняться. Это происходит примерно в течение двух-трех секунд. Она смотрит на мужчину и понимает, какой у него взгляд, какие глаза, как посажены брови. И она делает вывод, как они будут с ней общаться, что он может. Женщина находит подчинение, потому что привычный мир женщины, он соткан из тревоги, он соткан из боли. Она постоянно находится в тревоге и в состоянии, кто бы мог взять ответственность и немножко порешать ее вопросов за нее. Поэтому, когда женщина встречается с мужчиной и начинает быть в него влюблена, поэтому эта вот женская история, женская необходимость, женский идеал счастливой жизни, это конфетно-букетный период всю жизнь. Это вообще главная мечта любой женщины. Всю жизнь быть в состоянии эйфории, потому что состояние эйфории дарит спокойствие и исключает из ее жизни тревогу, которую она очень сильно боится. И когда она находится с мужчиной, который просто умеет доминировать, то есть он решает, что они будут делать, он своим состоянием продавливает ее, не в негативном смысле ломает, а продавливает. В контексте ей нравится, а ощущает то, что мужчина над ней, а она под ним. Это ее успокаивает. Но я знаю, что у тебя сейчас большие проблемы. И скорее всего, твои отношения потеряны. И женщина никаким образом тебе в нормальном понимании слова не подчиняется. Она не хочет тебе служить как женщина. Скорее всего, ты уже абсолютно потерянный экземпляр. Ты уже, как сутулая собака, плачешь по ночам, говоришь, она мне снится, не могу без нее жить, что у нее в сторис, кто ее целует, кто ее на машине возит, кто ее двери открывает. Пойду куплю ей кофе и напишу ей последнее прощальное 30 смс, как я тебя люблю. А она уже катается с Вазгеном, Арменом по улице ночного города и думает, быстрее бы кто-нибудь уже мной занялся. Но не ты. Такая жизнь. Тебе больно, тебе тяжело, ты чувствуешь, что это несправедливо, это нечестно. Но это справедливо и это честно, потому что ты здесь, она там. Пойми эту боль. Это нормально. Ты должен быть разочарован собой. Ты проиграл женщине в кои-то веки. И это нормально проигрывать. Но ты боишься. Ты боишься с этим ощущением остаться. Ты боишься его почувствовать. А тебе необходимо познакомиться с этим, потому что вот это и дарит тебе настоящую силу. Что делают мужчины? Готовы терпеть любые унижения, лишь бы ощущать рядом с собой свою женщину. И он теряет, когда постоянно в мыслях о ней. Потому что когда ты бегаешь за ней, ты становишься слабым и без женщины. Когда ты смотришь в себя и растешь сам, ты становишься сильным. И по факту силы женщины приходят. Так как правильно доминировать? Нету ответа. Ты травмируешься, становишься сильнее, превознемогаешь себя. Травмируешься, становишься сильнее, превознемогаешь себя. Делаешь себе вызовы. И женщина понимает, здесь что-то по-настоящему ценное, по-настоящему важное. На что стоит обратить внимание. Женщины любят, когда они не являются эпицентром всех событий в жизни этого мужчины. Им нравится понимать, что они где-то там на стороне. И что от них могут отказаться. Не негативное манипулирование. А они ощущают и понимают. Ну, в целом, да. Здесь история строится таким образом, что я и для него цена. Но если я буду вести себя безрассудно, нелепо и глупо, он может это пресечь. И она это чувствует. И он это чувствует. И все все понимают. Поэтому правильное доминирование – это ваше ощущение состояния. Но в каком поле, в какой плоскости можно объяснить женщине о том, что она с тобой играет не по тем правилам. Секс. Мужчины не умеют заниматься сексом. Абсолютно. То есть просто не имеют опции. Как следствие, из этого вытекает. Женщины не понимают, что такое секс, когда она осознает и понимает, что ее берут. Ред-флаг для мужчин. Спрашивать, хочешь ли ты секса. Беспокоиться о том, как она себя чувствует во время секса. После того, когда ты, дрожащей рукой, со страхом, чуть-чуть ударил по попке. Нельзя спрашивать, больно ли тебе. Секс с женщиной. В правильном смысле этого слова. В коннотации правильной. Использовать ее. Хватать. Кусать. Сдавливать. Реально где-то приударить. Придушить. Чтобы она ощущала и понимала, что ее берут в свои руки. И она отлетала в другую мерность. Она отлетала в другой мир. Она понимала, что, о боже, просто глаза укатываются из орбит. И ты должен видеть только ее белки. Зрачков видеть нельзя. Крутить. Вертеть. Всяческие способы и образы. Естественно, ты должен понимать, что ты умеешь заниматься сексом. Естественно, ты должен понимать, что у тебя не будет преждевременного семяизвержения. А если и будет, то это не будет такое никчемное, сутулое состояние ужаса и стыда. А ты просто понимаешь, значит сейчас так. И она это понимает. И ты регулируешь все процессы во вашем половом акте. Не она, а ты понимаешь и наставляешь, направляешь. Оральный секс. Оральный секс. Хватил за волосы, направил в нужное место. Хочешь сзади, повернул, пошла сзади. Вот какая плоскость. Без разговоров, без уточнений. Это твое поле. Там ты себя чувствуешь очень комфортно и хорошо. Когда она понимает это в реальной жизни, потому что есть секс, ей проще считаться с тобой, потому что она осознает и понимает, как ты можешь себя вести там в сексе. И она начинает плавно переходить и успокаиваться. Понятно, что есть разные женщины. Мы потом будем говорить про то, какие они пригодные, непригодные для отношений, для секса, для еще каких-то вашей персональной необходимости. Но сейчас мы говорим про твое желание получить секс с женщинами. И хоть какое-то, чтобы они имели отношение и уважение в твою сторону. Потому что каждому мужчине это необходимо. И самое ужасное, что ты можешь в своей жизни сделать, это держаться руками и ногами за женщину. С трепетом, с болью, со страхом, думать, только бы она не покинула тебя. Ты не остался у разбитого корыта, не проживал состояние боли. Обязательно покинет, обязательно уйдет, и по делам тебе будет, ты станешь сильнее. И ты сможешь увидеть боль. Прими ее, наконец. Хватит быть этой сутулой, забитой собакой под лавочкой. Познакомься с ней. Это страшно, неприятно. Это уносит тебя в тот мир, где ты чувствуешь абсолютную слабость. Но нет ничего хуже, когда ты начинаешь унижаться. Потому что теряешь все. И восстанавливать себя будет тысячекратно сложнее. Уж поверь мне. Поэтому я призываю тебя посмотреть в сторону увеличения своей силы и механического изучения того, как же заниматься сексом. Обрати внимание на эти две плоскости и пригласи в свою жизнь новый опыт. Иначе будешь скулить и смотреть ее сториз до конца своих дней. А потом появится новая женщина, и будет то же самое. И круг будет не сансары, а круг сториз бывших. Оно тебе надо? Я думаю, нет. Пока.